Приветствую вас, и вы знаете, вот прочитал я ваше письмо, и могу сказать две вещи. Первое, что вот вы решили выйти замуж по расчету, и это безусловно нормально, это безусловно ваше право, ваш выбор, в этом все в порядке. И вы выбрали себе наиболее подходящего поклонника, вы сами сказали, с которым вам было максимально удобно. Он указывал цветы, дарил все такое, и оказались не готовы к тому, как он себя поведет. И вы знаете, как бы сказать, задатки, признаки, конфликт у мужчины были еще тогда, когда вы сказали, что он слишком зажат, когда ему слишком много чего не нравится. Человек просто так, не будет проявлять такую реакцию. Даже если есть что-то, в чем он сомневается, есть причина его зажатости, и она окружается безусловно в неуверенности в себе. Понимаете, для взрослых людей, для людей состоявшихся, вот, примерно как ваш мужчина, о котором идет речь, предпочтения в сексе, они, скажем так, несколько костны, как, в принципе, наверное, и у вас. То есть вы хотите в сексе одного, мужчина хочет секса другого. Так вот, вы не подходите друг другу в постель. У вас одни запросы, у мужчины другие запросы. Да, он, безусловно, комплексует по поводу своего размера. Он, безусловно, значит, чувствует себя неполноценным, собственно, что и проявляется в вызовах, девушек легкого поведения. Это факт, но мы провели с ним ночь, и мужчина показал, что его не заботите вы, не заботит ваше удовольствие, не заботит вас о наслаждении и так далее. Ну, перененышал, бывает. Ну, не смог выступить, как мужчина в постели. Тоже бывает. Но не даром есть хорошая поговорка. «Пока у мужчины есть хотя бы один палец, женщина удовлетворенная не останется». Я хочу сказать, что женщине при желании можно доставить удовольствие достаточно большим количеством способов, и не обязательно классическим. Ну, вот, не обязательно классический способ. Тем не менее, мужчина этого не захотел. Он не захотел, не пожелал доставлять своему удовольствие. Просто потому, что вы, по его мнению, не доставили удовольствие ему. То есть, человек эгоистичен, сконцентрирован на своих интересах, собственных. А вы, вы его волнуете в меньшей степени. Вы нужны ему, как атрибут социального статуса. И не больше, не меньше. Он ухаживал за вами, он стремился делать вас своей, но не предлагал секс, не просто так. Он знал, что, скорее всего, там будут проблемы. И оттягивал этот момент для того, чтобы, по всей видимости, как можно больше пробыть с вами времени, чтобы как можно больше создавать иллюзию, иллюзию, что он с мамой. Вечайный вопрос, виноваты ли в этом вы? Нет, не виноваты. Вы сделали все, что могли, и даже больше. Вы искренне, честно пытались что-то исправить. Но мужчина не был настроен навстречу вам. Он был настроен исключительно на свои ощущения. Далее, он обвинил вас в своей неудаче. И вы знаете, человек, в том числе и мужчина, обвиняющий женщина в своей неудаче, это слабый человек. Это неуверенный в себе человек. По сути, это скрытый тиран. Говорить о том, подходит вам ли он или нет, я бы избегал открытым текстом, потому что все-таки вам решат. Но объективно слишком много различий по ключевым моментам. Как вы сказали, вы любите секс. Как вы сказали, вы любите секс-групп. Как вы сказали, вам нужно его достаточно много. Мужчина этого вам дать не может. И это можно было принять, если бы была какая-то компенсация. То есть, допустим, не можешь реализоваться секс, реализуется в чем-то другом, что в общем логично. Но мужчина не стремится к этому. Он не стремится реализовываться, как мужчина с вами в чем-то другом, кроме в чем-то другом еще. И вы, наверное, все больше и больше задаете себе вопрос. А вот зачем я с ним? Ради чего я с ним? Ради того, что вы хотите замуж. Вопрос. Будете ли вы счастливее в браке с таким человеком? Лично мне кажется, что не будете. И вы знаете, как по вашему письму получается, что вы достаточно самоуверенная женщина, четко знаешь, чего вы хотите и так далее. И вот знаете, может быть вы, мужчина, принимали исключительно как средство. Все были готовы к тому, что у него есть куча минусов. Ведь когда человека любишь, то минусы принимаешь. А мы его не очень-то любили. У вас не было вот такого вот ощущения влюбленности. Вы рассматривали его как хорошего партнера, как кандидата в мужья, это да. Но чувства, искреннего чувства, сильного чувства любви у вас не было. А это значит, что отношения в вашем случае принимают взаимовыгодный облик, взаимовыгодную форму. И так получилось, что взаимовыгоды как раз таки и нет. Вы по сути получаете рядом с этим мужчиной слишком мало. Вы получаете какие-то ухаживания, которые скорее всего закончатся после того, как вы станете относительно стабильно встречаться или поженять. Вы получаете негатив свой адрес, если у мужчин неудача, то есть отсутствие критического мышления у мужчины. А это не есть хорошо, потому что с отсутствием критического мышления у мужчины вам будет должен доживаться ним. И вы получаете отсутствие нормального секса для себя. Поэтому вашей вины в данном ситуации нет абсолютно никакой. Целиком и полностью ответственность лежит на мужчине за то, что произошло. Потому что ладно бы, если вы были неопытны. Да, можно понять. Вы неопытный мужчина, поменялись. Если он все равно знает, а он не мог этого любопытствовать, знает, он все равно вас обвинял. Ну, тут как бы все понятно. Человек завязан, достиглен на себе, на своих комплексах, на своих недостатках. И он будет всячески стараться вас принизить в дальнейшем, всячески стараться вас подчинить, значит, принизить, чтобы еще казаться лучше вас для самоутверждения. Вот неполноценные люди, неуверенные в свои люди, они к этому очень часто стремятся. К тому, чтобы за счет других самоутверждаться. Ну, вот вы просите себя, ну и на вам такая, такая, такая перспектива, знали она вас или нет. И если нет, то оставьте мужчину в покое. Он не звонит, он своей вины не признал, он даже если предполагает, что виноваты вы оба, хотя это не так, то он хотя бы мог позвонить как мужчина первый и начать диалог. Но это не дело. Почему? Он не считает, что вы виноваты на всем. Так это только за славу. А что будет, когда вы поженитесь? Поэтому, я думаю, что вы поступили совершенно верно, вашей вины ни в чем нет. Мужчина знающий, мужчина уверенный в себе, мужчина понимающий толк секса и стремящийся женщину удовлетворить. Возведет вас к вершинам удовольствия, совершенно спокойно, вам даже делать ничего не придется на самом деле. А просто у вас вот такой вот неудачный опыт произошел, так бывает. Немного думает, что в этом виноваты вы. У вас есть четкие желания. Если мужчина ваше желание не слышит, если мужчина ваше желание не стремится удовлетворить, то маленько, наверное, что вот что-то получится из такого союза. Что же касается вашего дальнейшего намерения выйти замуж, то здесь лично, ну, от меня рекомендация будет такая. Вот если вы хотите, допустим, если вы нагулялись и хотите сменить свой социальный статус, хотите семью, хотите стать женой и так далее, ну, как минимум, мужчина должен вас им удовлетворять. И в первую очередь это то, что для вас наиболее важно. То есть вы сами для себя определите, какие сферы для вас важны в первую очередь, которые вам необходимы. И чем мы могли бы поймать ради, ну, ради союз. И вот исходя из этой схемы, из этого плана, и принимая этот выбор относительно того, с кем вы захотели бы создать свою жизнь. Соответственно, если вам не хочется больше так вот попадать в такие ситуации, то можно приглашать вам в большей степени перестать преследовать именно цель выйти замуж, а общаться с мужчинами так, чтобы влюбиться в кого-нибудь, чтобы он влюбился в вас, чтобы все произошло по здоровым чувствам, искренне и основывать на уважении и желании делать человека счастливым. И тогда у вас обязательно все получится, когда вы сможете полностью реализоваться как женщина. На этом все, надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok